Арки на проездах к морю, пилоны с названиями санаториев и здравниц. Пионерский проспект с прошлого года существенно изменился. Конструкции нового образца устойчивы к капризам погоды, сделаны из современных материалов и соответствуют бренду города. Однако заменить пилоны согласились не все здравницы. Устаревшие рекламные стеллы не украшают проспект. Там стоят вот старые пилоны. Просьба у меня к вам такая. Тот, кто не хочет с вами работать, да, просто уберите эти пилоны. Старые, чтобы они не позволили. Не место в Анапе и самостроем. Сейчас в селе Витязево завершается разбор четырехэтажного дома. Капитальное здание было построено на муниципальной земле. Осталось лишь освободить участок от мусора. Владельцы самостроев на улице Гребенской, Центральной и в дачном товариществе Дубрава убирают незаконные постройки сами. Однако 8 объектов будет демонтировать подрядная организация. Договоры уже заключены. Специалисты муниципального контроля ежедневно инспектируют улицы города и сельских округов. По сути полностью 100% абсолютно все домовладения на предмет самовольного строительства. Все, что незаконно, должно быть внесено. Вот как мы подготовимся к урокному сезону, так он и пройдет. Это касается сноса и вот этих зданий, и ролет, и всего того, что у нас есть, и нарушения, которые есть. Надо прямо уделить этому внимание, понимаете? Может, там, где мы свисли, там, в всем частном секторе или где-то, там, незаконно, может, люди там по-другому потом как-то сделают, там, отодвинуться с красной линии. Понимаете или нет? Одна из важнейших задач строительства социальных объектов. В здании детского сада «Орленок» завершили отделку стен, потолков и колонн. Проложили трубы водоснабжения. Ведется установка фасадных панелей. На здании нового детского сада в хуторе Воскресенском выполнена кирпичная кладка стен и перегородок первого этажа. Работы продолжаются и в пристройке к шестой школе. В настоящее время продолжаются работы по армированию бетонированных стен колонн цокольного этажа, монтаж опалубки стен колонн первого этажа. Устройство, ну, делаем гидроизоляцию уже цокольного этажа, для того, чтобы засыпать всю землю. Уже сейчас она по полным ходам готовится к новому курортному сезону. Городские службы обновляют освещение, ремонтируют тротуары и дороги. На набережной заменили 20 метров секции ограждения. В новом сквере на улице Ленина специалисты ремстроя установили почти 100 метров бордюра и уложили тротуарную плитку. Подготовлена и документация на проектирование газопровода высокого давления в селе Субсех. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапорегион.